Сейчас мы находимся на территории экспоцентра, где происходит беспрецедентное событие. Бизнес-клуб Эквиум открывает свой чаптер в Сибири. Как это было, понаблюдаем. Илья Руднев. Президент международного сообщества предпринимателей Эквиум. Бизнесмен с 17-летним стажем. Основатель группы компаний «Бизнес-гарант» и проектов «Дело жизни». Илья, что сегодня есть Эквиум? Эквиум – это сообщество собственников бизнеса. Мы находимся в 14 регионах и в трех странах. Мы сейчас активно масштабируемся. В ближайшие три месяца у нас открытие 7 новых представительств. Также после локдауна мы планируем открыть еще 5 стран. То есть это международное сообщество предпринимателей, ролевых моделей, которые помимо развития бизнеса очень много влияют на окружение, на социальную среду. Это подтверждено и проектами социальными, и бизнесами, которые развиваются, дают рабочие места и платят налоги. Вот вы хорошо… Ваша речь была о вложении в социальный капитал. Когда приходит это понимание у успешного бизнесмена в начале пути или по достижении каких-то целей уже, он понимает, что нужно что-то делать другое. Именно строить какие-то социальные проекты, просто участвовать в социальных проектах. На самом деле, по моему опыту, хочу сказать, что когда происходит насыщение, когда ты в бизнесе хорошо удовлетворил свои потребности, ты начинаешь задавать вопрос. А зачем? А зачем я здесь? А что я оставлю после тебя? Какое наследие? Как право это приходит к предпринимателям, которые уже достигли чего-то и удовлетворили свои базы и потребности, как по вероятному слову. В этот момент он задумывается. И в Эквуме есть большое количество проектов, и вообще есть ролевые модели, которые этим уже занимаются. И тут важно, как ты соприкоснешься. На самом деле, если ты правильно начинаешь заниматься социальными инвестициями, это огромная энергия, огромная качественная обратная связь. Потому что зачастую люди, без которых только деньги, ну и с деньги, ну и что? У тебя нет там, ну ты как бы признаний нету, ты по сути с деньгами никому не нужен. Но когда ты начинаешь влиять, влиять как ролевая модель, влиять как показывать, что ты делаешь, помогая окружающим, предпринимателям, кому-то еще не важно кому, ты зарабатываешь социальный капитал. Мое мнение на сегодняшний день, капитал и социальный капитал это 1 плюс 1, не 2, а 11. Поэтому очень важно, помимо того, что даже просто признание, это просто другая века развития, для того, чтобы наполнить жизнь своими эмоциями, смыслами. Посмотрите все, там Баффет, Белгейцы, они все уходят в благотворительность, потому что они там находят именно проявление себя. И подпитка энергетическая. Конечно, подпитка, потому что ты понимаешь, что ты не вечный. И деньги ты с собой не сложишь в свой там гробик. И важно, а что ты оставишь после себя? Что о тебе вспомнит? И поэтому начинают люди проявляться, и их качество жизни меняется. Дмитрий Котов. Собственник группы компаний «Транспортное агентство», занимающий по грузоперевозкам. Первое место в своей нише. Управляющий проектом «Соха Пул Клаб» в Новосибирске. Действующий бизнесмен. Опыт управления компаниями B2B более 28 лет. Дмитрий, вот открытие «Чаптера» в Новосибирске, в общем-то это «Сибирский регион» будет, как это повлияет на развитие региона? Ну, вы правильно сказали, что это регион Сибирь, и вот этот филиал открывается на весь регион. Бодное слово «Чаптер». Что это дает? Это дает ресурсы и возможности для региона, для его развития. Те люди, которые сейчас являются президентами, членами клуба, они ищут возможности в других регионах. К нам специально приехали в гости. Они ждали, когда будет открытие в Сибири, чтобы посмотреть, какие точки приложения есть для развития бизнеса. В том числе найти клиентов, партнеров, проинвестировать свои финансы. Мы открыто говорим о том, что здесь все-таки это коммерческий клуб. Почему-то поздновато. Сибирский регион более мощный. Но пришли мы, каким, 16-е по очереди? 14-е. 14-е по очереди. И потенциал-то у нас серьезный. А вот с чем это связано? С чем связано? Оно-то, как правило, связано с выбором партнера. То есть нужен человек, чтобы была возможность, так скажем, создать сообщество вокруг него. И благодаря тому... Консолидировать. Консолидировать, да. Какое-то ядро, да, консолидировать, а потом на основании его уже создавать. Человек идет не на название, а человек идет к человеку. Если ему интересно, если он видит для себя в этом пользу, он, соответственно, приходит. И вот то, что мы открываем в Клуб Сибири с моим партнером Евгением Грозой, ну, наверное, являлось таким триггером для того, чтобы здесь вообще это сообщество возникло в Новосибирске. Евгений Гроза. Сооснователь инжиниринговой, строительной и других компаний по производству и транспортировке автомобилей и запчасти за рубеж. Лицензированный тренер Клуба миллионеров. С чем связано открытие бизнес-сообщества Эквиум в Сибири? Ну, я вообще родом из Сибири, это Северный Казахстан, это часть Сибири. Не был уже на родине с 2002 года. В 95-м я уехал в Германию. Я попал в июле первый раз на Алтай. И так сложилось, что целый автобус был 35 человек из Новосибирска. Да, горный Алтай. И я с ними пробыл 7 дней в горах, без связи, без интернета. Мы жили в палатках на полу. Это первый мой опыт жить в таких условиях, наверное, с самого детства. И меня поразили люди, именно с их сибирской, какая-то широта души, какой-то, какая-то, я даже не могу это сформулировать. Ну, наверное, это все на уровне энергии. И я влюбился в Сибири кофе. Вот. И мне очень захотелось, чтобы здесь... А почему захотелось? Увидел уровень сервиса там, где я находился. И подумал, что здесь можно улучшить, здесь можно что-то сделать более удобнее именно для людей. И в первую очередь мне пришел, конечно, пришла идея, чтобы открыть здесь Эквиум. С 2019 года, в 2019 году меня выбрали лидером в Германии этого сообщества. Сейчас его успешно запускает мой товарищ и соратник. И тоже набрано хорошее количество качественных и высокоосознанных предпринимателей. В общем, захотелось что-то улучшить именно для предпринимателей, для людей. И я считаю, что это правильный выбор именно с Эквиумом. Потому что мораль, убеждения, энергия самого клуба мне близки очень и понятны. И это, по моему мнению, именно то, что сегодня нужно не только в Сибири, но и во многих городах России. Денис Иванов – ресторатор. Проекты Иванова – это крупнейшая ресторанная сеть Новосибирска и Москвы, работающая на рынке с 2003 года. Более 15 лет работы на рынке, 2000 сотрудников и около 40 заведений в Новосибирске и Москве. Денис, чем для вас интересен Эквиум? Эквиум – это площадка, на которой ты можешь общаться. Это новые сконтакты, это такой сошелайзинг и нетворкинг, что является полной и важной частью необходимости для развития бизнеса. Это возможность, в принципе, меняться благодаря тому, что ты знакомишься с новыми идеями, встречаешься с новыми людьми. Это возможность общаться, это возможность узнать что-то новое, это возможность развития личного бренда, особенно для людей, которые выступают, для спикеров. Поэтому много положительных моментов. Игорь Рыбаков – сооснователь и совладелец корпорации «Техно-Николь», попечитель Рыбаков фонда, сооснователь Академии «Х-10». Игорь, вы сооснователь и идейный вдохновитель Эквиума. Да. В связи с чем появилась такая идея? Возможно, какие-то в жизни были события, которые подтолкнули к этому? Так и есть. Все, что происходит, имеет что-то в жизни. И у меня было. Мне очень не хватало питающего окружения. Очень. Я хотел, чтобы рядом со мной были люди с одинаковыми ценностями. Живя в обычном мире, как бизнесмен, предприниматель, мы вынуждены с контрагентами общаться с разными людьми. И с некоторыми мне было, честно говоря, неприятно. Поэтому мы с моим товарищем Оскар Хартманом решили позаботиться о себе и создать сообщество вокруг себя людей. Они вокруг нас, а мы вокруг них, то есть мы вокруг друг друга. И назвали это Эквиум. Эквиум, кстати, с латыни переводится как «спутник» или «сопутник». Так появилось сообщество людей, которые не безразличны друг другу, которые составляют вместе коллективный субъект развития. Поддержка, развитие. И мы сразу расщутили, как нам стало сильно лучше, потому что мы стали находиться среди людей, с которыми нам приятно. У которых были смыслы, практики. Находиться в таком питающем окружении выгодно с каких точек зрения. Бизнес-практики. Все, они есть, потому что эти люди себя окружают. Отношения в семье. У таких людей хорошее отношение в семье. Внутреннее самочувствие у таких людей лучше. И вот в результате мы оказались в среде такой питающей. И сами стали такими. И очень рады. Вы изначально его таким вот видели? Или он все-таки сейчас трансформируется, приходят новые идеи? Мы видели, вот как мы вот видели, так оно все и случилось. И даже лучше. Дело в том, что эта модель создания сообществ предпринимателей, она, ну, ей уже 60 лет. И она в экономиках развитых, но где давно, предпринимательство и бизнес, оно существует. Мы заимствовали эту модель и перенесли ее в Россию. Потому что в России пять лет назад не было подобного устройства. Были какие-то клубы сигарные, там, потусить, там, побухать вместе, да. Но вот такого не было. Мы создали это для себя. И, как видите, уже вот 700 резидентов у нас есть. И каждый год растет и растет, и открываются другие городские клубы. Вот приходят к вам резиденты. С чем они приходят? С какими запросами? Больше отдать или получить? Да, основной запрос, к которому приходят люди, это одиночество. То есть люди, предприниматели очень одинокие. Сегодня многие спикеры об этом говорили, об одиночестве. У них нет начальника, у них есть подчиненные. Они не могут с подчиненными обсудить многие вещи. А начальников у них нет. Представьте себе, вот он сидит в баре, бухает, ну, или курит. Ну, с кем вам поговорить? И вот он сидит с соседом по барной стойке, говорит, ну, как дела? Он говорит, хорошо, а у тебя как? У меня лучше все. И вот они опять сидят. Ему не с кем поговорить. Поэтому приходят люди реально одинокие. И когда они начинают доверять друг другу в сообществе, они начинают обсуждать темы, которые они ни с кем не могут обсудить. Это вскрывает многие вещи раз и дает моментальную возможность что-то изменить в своей жизни. Это огромный запрос, который удовлетворяется Эквиум. И люди раскрываются. Люди получают вторую жизнь. Вот это реально, как есть второе дыхание физиологическое, так здесь, попав в Эквиум, случается вторая жизнь. Поэтому надо пробовать это и применить каждому предпринимателю-бизнесмену. Эквиум еще и позволяет решать проблемы, возникающие. Проблемы бизнеса, в основном, если мы говорим. Вот какие вы можете назвать такие топ-5 проблем, которые именно всегда, скажем так, приходится пережить, столкнуться? Я назову две самые критически важные. Первое. Предприниматель остановился. Вот он шел-шел, развивался, и вдруг вот он попал в так называемый... Выгорел? Или... Я... Давайте, не важно почему, он просто остановился. Многие назовут это. Выгорел еще как. Просто остановился. В этом случае я так скажу. Ключевые люди в Эквиум это мастера X10 Академии, это мои личные ученики. Каждый мастер X10 Академии, он способен перезагрузить человека на вторую жизнь. Подчеркиваю, все ключевые люди в Эквиум практически, это мастера X10 Академии, мои ученики. То есть, представляете, для того, чтобы доставить мои практики, смыслы, ценности, которые помогают мне стать успешным, я реализую это в следующем видео. Ключевые люди в Эквиум, самые значимые, это мои ученики, мои лучшие ученики. Таким образом, мои ученики помогают, резидентам Эквиум, первое, распознать, что он попал в ловушку успеха и создать для него какую-то среду, в которой он может пойти на новую жизнь. В этой новой жизни с ним случается следующая вещь. Первое. Новое питающее окружение, новые практики, которые ему потребны на нынешнем историю, новые партнерства. Это нужно дать ему мотивации, в первую очередь. Не нужно все, у него само случается. Дело в том, что как только он попадает к людям, которые вчера были в такой же ситуации, как он, и он видит. Вот человек, руки, ноги, голова такой же, как он, и он вышел из той ситуации и пошел дальше. Все. Он начинает, резидент Эквиум, начинает доверять себе, что с ним тоже получится. Это ключевое. Уверенность. Ролевая модель. То есть, сообщество Эквиум еще называют сообщество ролевых моделей. Когда ты приходишь, ты видишь, что у Вас все случилось, значит, у меня получится. Ну, а мастера их здесь, мои ученики, они, в принципе, окружают тебя средой, в которой все случается наилучшим образом. Вот так это работает. И поэтому везде, я здесь, на этом форуме, и где бы я ни выступал, я говорю, ребята, Эквиум клуб и X10 Академия, это как две руки, право-лево, это как два глаза, право-лево. Поэтому самый большой эффект для предпринимателя, это две руки, два глаза. Поэтому быть резидентом Эквиум и быть резидентом X10 Академии я советую всем. Владислав Бермуда, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России, мастер креативного маркетинга, входит в топ-10 спикеров по маркетингу в России, создатель инновационных маркетинговых инструментов, почетный член Европейской ассоциации, преподаватели высшей школы «Хистес». Владислав, к вам вопрос, как к креативному специалисту по маркетингу. Как вы оцениваете уровень специалистов-маркетологов сегодня в России? Надо сначала понять, что такое маркетолог. Есть маркетологи, есть маркетеры. Помните, как Игорь Манн когда-то сказал. То есть маркетеры – это те, кто создают стратегии, это те, кто креативит, которые ищут какие-то новые решения, новые какие-то возможности. А маркетологи, которые… Вторые маркетологи – это те, кто занимается в основном аналитикой, бигдатой, то есть интернет-маркетинг. Поэтому, если говорить про вторых, про маркетологов, как все воспринимают их, я считаю, что, честно говоря, все плачевно. Потому что сейчас очень много маркетологов и школ, маркетологов и очень мало хороших специалистов. Ну, то есть я могу сам даже сказать, я недавно брал маркетологов, у них крутейшие кейсы, они работают с миллиардными компаниями. То есть они все показали. Я им заплатил 600 тысяч рублей, у нас по договору был приблизительно прогноз на 20 миллионов рублей. Как вы думаете, сколько заработали? Примерно, как думаете? То есть 600 тысяч заплатил, 20 миллионов прогноз был. Ну, наверное, купили свои вложения. Ноль. Ни одного рубля. То есть это не значит, что я потерял веру в таргетологов, маркетологов. Это значит, что что-то было сделано неправильно. От чего это зависит, огромное количество причин. Но в целом, на самом деле, я считаю, что развиваться и развиваться этому рынку. Ну, может быть, все-таки, потому что эта профессия или специальность достаточно молодая, может быть, еще нет того вот, той школы созданной. А если она есть, то, наверное, преподают там еще не очень компетентные преподаватели. Вы знаете, на самом деле, сейчас немножечко вам расскажу то, что, наверное, никто вам не сказал. Вот если мы говорим про креатив, вот ко мне, у меня один из самых популярных вопросов мне. Я работаю с огромным количеством компаний, где-то 300 компаний-кейсов, из них 26 компаний с оборотом от 1 миллиарда. И мне часто говорят, Влад, как ты можешь работать с крупнейшими компаниями в стране, если ты в них не разбираешься? Ну, популярный же вопрос. Я говорю, так именно поэтому я могу с ними работать, потому что я в них не разбираюсь. Потому что именно тогда я могу им давать те идеи, о которых они не догадывались, те решения. Нет шор, нет замыленности, нету... Чем больше я разбираюсь в их компании, тем менее гениальные идеи я им могу давать. Вот чем смысл. И второй вопрос, который задается постоянно. А у тебя были кейсы вот в этой там строительстве, к примеру? Ну, как бы часто. Я говорю, ребят, конечно же были, но лучше бы у меня их не было, этих кейсов. По той же самой причине. То есть, чем больше у меня кейсов в какой-то одной нише, тем больше я перенимаю мозг собственников, тем больше я начинаю разбираться в этой истории. И теряю свою вот эту вот креативность, вот эту вот хватку. И мне приходится из-за границы, из-за различных других источников напитываться совершенно новыми какими-то решениями, какими-то идеями. Поэтому я считаю, что если мы говорим просто про креатив, про маркетологов с точки зрения стратегии, то вот здесь, наверное, вот эта история. А если говорим про маркетологов с точки зрения, вот как вот интернет-маркетологов, я туда на самом деле даже и не лезу. Я, честно говоря, когда вот ко мне приходят, говорят, Влад, слушай, как там по СММ, там таргетинг, директ. Я говорю, ребят, это не моя тема, я даже не знаю. Ну вот я хотел вас немножко приземлить, да, от больших данных, аналитики, все того прочего. У нас сегодня вот, допустим, малые, средние предприятия. Самая незащищенная статья – это маркетинг. Самая незащищенная. Хорошо идут дела, хорошо идут продажи, все, урезали. Зачем тратить деньги, экономия. Плохо идут дела, давайте тоже мы оптимизируем расходы. За счет чего? Опять за счет маркетинга. Так может быть, учить маркетингу сегодня нужно не вот этих узких специалистов, а может быть, руководители предприятий нужно, чтобы они понимали саму стратегию, как это работает. Что нельзя останавливать маховик по конкурсу. Хороший момент, хороший. Во-первых, 90% моих учеников – это собственники компаний. Ну, то есть, у меня нет маркетологов среди моих учеников в моих школах. То есть, я это уже понял, вот то, что вы говорите, я с вами полностью согласен. Второй момент, то, что вы говорите, самое уязвимое звено – это маркетинг, что постоянно бюджеты урезают. Ни одного инструмента, например, из тех, которые я даю, своих, у меня портфель 50 инструментов. Там нет ни одного, где нужно тратить деньги. Я топлю за то, чтобы вообще не тратить деньги на рекламу и на маркетинг. Есть огромное количество других решений. Есть коллаборации, есть взаимовыгодные там различные каких-то, ну, какие-то психологические какие-то инструменты интересные. Есть монетизация ресурса, которую недооценили. То есть, все зарабатывают на том продукте либо услуги, которые предоставляют. Но тот ресурс, который ты получаешь в процессе создания собственного бизнеса, никто не использует его, а на нем можно зарабатывать гораздо больше, чем на продукте. Вот чем смысл. И моя задача, как вот креативного, можно сказать, мастера, да, с точки зрения создания нестандартных стратегий, выискивать те точки роста, где без финансовых вложений можно чуть-чуть подкрутить, чуть-чуть добавить. И тогда ты делаешь там x2, x1,5 по прибыли. То есть, вы никогда от меня не услышите, что надо на рекламу потратить 500 тысяч рублей или на маркетинг потратить 200 тысяч рублей. Я за то, чтобы люди инвестировали в креативное бизнес-мышление и убирали полностью свои рекламные и маркетинговые бюджеты. В этом случае нужно инвестировать тогда в специалиста, потому что это же невозможно стоять на месте. Либо в свои, либо в чужие. Да? Либо в свои, либо в чужие. Дмитрий Симоненко – предприниматель, венчурный инвестор, наставник, бизнес-консультант, основатель компании «Плеск» и компании «Иннолабс» по производству высокоточных гироскопов для аэрокосмической и военной техники среди клиентов Google, SpaceX, Boeing, Airbus и NASA. У Новосибирска огромный научный потенциал, но реализация научных разработок, даже тех, которые уже на уровне прототипов, очень идет слабо. Вы видите какие-то алгоритмы для решения этой проблемы? Ну, я хотел бы немножечко, наверное, уточнить этот процесс. Дело в том, что есть разные понятия. Есть понятие изобретений, есть понятие открытий. Новосибирск, я сам вышел из Новосибирска, я закончил Новосибирскую физмошколу в свое время, и мне понятна вся история Новосибирска по факту. Есть изобретения, еще раз повторюсь, и есть открытия. Новосибирск, будучи научной базой, имеет очень много открытий. Эти открытия необходимо превратить в изобретение и потом превратить в продукт. И уже продукт является результатом рынка, который может быть на рынке. Изобретение же – это комбинация существующих продуктов, которые делают жизнь лучшей. Ну, как пример, сотовый телефон. Был телефон, было радио, появился сотовый телефон. Это как раз комбинация существующих продуктов, и они уже стали. Если говорить про продукты, как таковые, иногда, я бы сказал, что в среднем в России и в Сибири, в частности, очень часто путается понятие прототипа, который еще является просто доказательством существования или возможности как таковой, и продукта финального, который реально может существовать на рынке. И я бы сказал, что проблема лежит в рамках… Вы имеете спрос рынка, да? Что сформированный для него уже рынок. Чтобы на рынке что-то продавать, это должен быть финальный продукт в коробочке, который вы открыли, вы им пользуетесь. И расстояние от прототипа, который вот работает на «Попробуй», до продукта в виде айфона, который вы открываете, он весь такой красивый и замечательный, у него есть вся поддержка, это огромная территория, это огромное расстояние между. Я бы сказал, что… Очень важно уточнить, что основное количество продуктов, которые возникают в всевозможных центрах, это прототип. К сожалению, нет финального продукта очень часто. И вот эта дорога самая тяжелая. И как раз с моей точки зрения концентрация финансирования снаружи, она должна происходить именно на этом этапе, от прототипа до продукта. На второй день после торжественного открытия чаптера «Эквиум Сибирь» прошли советы директоров клуба, на которых рассматривались кандидатуры в резиденты «Эквиума». Основными критериями отбора кандидатов является их безукоризненная репутация и мотивация стать членами клуба. Я присоединился к клубу, потому что мне близка сама миссия клуба «Эквиум». Я очень рад войти в данное сообщество. Можно сказать, сбылась одна из моих мечт, но это была всего лишь одна мечта. А вторая мечта была вчера на презентации как раз «Открытие клуба», где, казалось бы, мне, начинающему писателю, у меня выходит книга, Игорь Жбаков просто в рамках подарка сказал, что напишет рецензию на эту книгу. И это было очень неожиданно и очень приятно. То есть я хочу сказать, что в рамках этого клуба мечты сбываются уже сразу при его вступлении. Сегодня меня приняли в клуб «Эквиум». И начинается новая интересная жизнь. Это абсолютно новые люди, их опыт. Я была на пробном совете директоров. За короткий промежуток времени услышала проблемы других предпринимателей, поделилась с своими какими-то. Мы накидали друг другу инсайтов, которых в обычной жизни нигде просто так не возьмешь. То есть это колоссальный опыт, великолепные люди. Я надеюсь, что я буду только расти в окружении этих людей.